Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о том, как заботиться о своем здоровье, быть здоровым и счастливым человеком. И сегодня гости нашей студии – главный врач-терапевт Министерства здравоохранения Чувашской Республики Владимир Дубов и главный врач общей практики, еще его называют семейным врачом, также Минздрава Чувашской Республики Валерия Маленкова. Уважаемые эксперты, мне кажется, что есть какой-то парадокс в сознании нашего человека. Мы говорим, какая непонятная Вселенная, как существуют все эти планеты, что-то непонятное. И мы редко когда задумываемся о том, что такое человек. А ведь, мне кажется, эта тайна еще больше, чем тайна Вселенной. Каким образом человек живет, как работает в нем все это, и почему одни всегда здоровые и веселые не болеют, а другие хронические, болящие, не выводящиеся из поликлиник, и особенно знающие всех министров здравоохранения, всех директоров больниц и своих врачей и так далее. Вот на чем основан этот парадокс? Следует отметить, что по всем научным данным человек, в принципе, должен жить около 120 лет. Но если обратиться к Библии, то около почти 800 лет. Физиологический резерв есть, однако на сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, что в целом-то мы, конечно, приближаемся к возрасту около 80 лет, но не достигаем того, что обосновано наукой. И связано это как раз с образом жизни, который ведет человек. Тот, кто питается, значит, здоровой пищей, ведет здоровый образ жизни, наверное, в большем проценте доживет до тех вот 120 лет. А, ну, как бы у нас ведь есть официальный показатель, такой показатель Минздрава России о том, что мы увеличивать должны долголетие, силами медицины, по крайней мере, здравоохранением. Почему-то это ставится в большей степени задача. До 74 лет контрольных, да? Хотя у нас японцы живут по 80 лет. Хочется сказать, что да, контрольная цифра есть, есть и динамика в этом. И в Чувашской республике продолжительность жизни повышается до контрольных цифр. Однако хочется сказать, что те молодые, которые родились в период вот таких серьезных перемен, в 90-е годы, они получили заряд, к сожалению, нездорового поведения. И, к сожалению, на сегодняшний день они умирают раньше положенного сока. Это уже на генетическом и наследственном уровне, да? Скажем так, и на генетическом и наследственном уровне, и, наверное, под влиянием факторов среды. То есть, например, есть такая фраза, что, например, мужчина – это не просто человек, это образ жизни, который склонен к высокому риску, к употреблению, который любит заниматься не только спортом, но и у него масса вредных привычек. Поэтому вот, и, к сожалению, мы и говорим, что сегодня молодые мужчины, кстати, действительно не доживают до тех необходимых целевых показателей, умирают раньше. На сегодняшний день мировая практика показывает, что мы победили многие инфекционные заболевания, удачно боремся с редкими, так называемыми, орфанными заболеваниями, но основная доля смертей в мире вызывается так называемыми хроническими неинфекционными заболеваниями. Что это такое? Это разные по своей группе заболевания, но они имеют единую основу – одинаковые факторы риска. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких. И они дают около 54% смертей в мире. Ну, а в Российской Федерации, по данным представителей Государственной Думы, Комитет по здравоохранению, около 80% смертей. Исходя из собственного профессионального опыта, который достигает уже более чем 20 лет работы в медицине, я бы, наверное, подвела результат этой работы в следующем. Высокие технологии, которые привнесены сегодня в медицинские профессии, привели к тому, что мы не позволяем умирать пациентам от инфарктов, от инсультов. Это приводит к увеличению продолжительности жизни, но одновременно с тем приводит и к увеличению количества болезней в пожилом возрасте. Существование медицинской специальности терапия изначально говорило о том, что до 90% случаев первичных обращений пациентов к врачу должны и могут заканчиваться на уровне врача первого контакта. Как правило, это врач-терапевт или врач общей практики сегодня. И лишь только оставшиеся 10% – это то население, которому необходимо обратиться к узким специалистам. Но здесь, опять же, именно врач-терапевт должен предопределять маршрут к узкому специалисту, то есть брать на себя роль координатора в маршруте. И от него зависит, правильно ли он отправит человека. Безусловно. А в деле ли вообще первичная причинность? Он же может просмотреть? Абсолютно правы вы в этой фразе, поскольку врачебная ошибка, к сожалению, на сегодняшний день имеет место, но тем не менее профессиональные компетенции современного врача все-таки предопределяют правильный маршрут пациента и правильную лечебно-диагностическую тактику, которая выстраивается после консультации узкого специалиста и перевозвращения пациента опять к врачу-терапевту на лечение. К сожалению, сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда врач-терапевт играет так называемый пинг-понг, то есть просто ставит диагноз и отправляет к узкому специалисту, хотя должен брать на себя решение очень таких важных клинических задач. Больше брать на себя и лечить, и уметь и диабет, и онкологические заболевания, инфекционные заболевания. Вот в этом и узловая задача. Валерия Юрьевна, вы ведь как раз у нас такую семейную и общую практику как бы возглавляете, и мне кажется, чрезвычайно важно это особенно для сельских жителей, когда и попасть к этим узким специалистам, даже если терапевт его отправит, достаточно сложно, и специалиста может быть не хватать в райцентре, да, или он сам уже не захочет куда-то поехать там выше по инстанциям в республику. Безусловно, и эти причины, и причины удаленности отдельного населенного пункта от центральной районной больницы тоже могут ограничивать доступность в узкой специализации. Так по этой причине у нас государственная политика возникла по созданию вот этих офисов семейного врача. Однозначно, в первую очередь по этой причине, чтобы обеспечить и доступность, и качество оказания медицинской помощи. Человек на сегодня в Чувашской республике, который является лидером по развитию общей врачебной практики в стране, в принципе, мы достигли хороших показателей. 97% сельского населения получает медицинскую помощь именно в отделениях общей врачебной практики. Это более широкое понимание в оказании медицинской помощи, ну в частности на селе, чем терапия. Врач общей практики он овладел навыками и оказание хирургической помощи. Конечно, не в тех объемах, которые оказываются. Ну срочную это какую-то. Безусловно. И в том числе в акушерстве и гинекологии. То есть он взял на себя, активно взял на себя и до, и после родовый патронаж женщин. Это и определенные акценты в оказании помощи детям. То есть сфера медицинских услуг, которая может оказывать врач общей практики, достаточно широка. Ну, наверное, поэтому и было такое государственное решение, что повысить зарплату врачам первичного звена, да, потому что слишком действительно от их роли, от их профессионализма зависит, ну, очень многое. Хотя узкие специалисты обижались, что им зарплату не добавили. Обид было очень много, но, наверное, от того, что я курирую именно эту службу, я считаю, что это было очень своевременное решение поддержать статус врача первого контакта и, наверное, и закрепить врача на своем рабочем месте, на селе, тем более в те времена, когда дефицит кадров в стране, в медицине и на селе, в частности, ощутим. Ну вот, если я возвращаюсь в теме такой картины, которую можно нарисовать по заболеваниям в Чувашской Республике, есть ежегодный доклад Минздрава Чувашской Республики и правительству Кабинета Министров о состоянии отрасли, даже не состоянии отрасли, а состоянии граждан Чувашской Республики. Вот что там характерно, какие там тенденции? Что касается основных показателей государственного доклада, это рождаемость и смертность, можно отметить такую тенденцию. В частности, по смертности мы достигли снижения этого показателя с 13,3 до 13,2 на 100 тысяч населения. Но у нас стабильно был ниже, чем в России. Да, стабильно ниже и еще стал ниже. Сейчас по России это 13,3, а по ПФО 14,2 на 100 тысяч населения. Но не так плохо мы живем. Да, и скажем, при сравнении федеральных округов мы находимся где-то в середине. Вот, а надо отметить, что почти все районы Чувашской Республики сыграли в этом большую роль, но следует отметить тенденцию, что на селе смертность выше, превышает смертность в городе. Это связано с постарением населения, то, что с внутренней миграцией молодежь уезжает в город. Что касается смертности. Что касается рождаемости, необходимо отметить, что этот показатель в нашей республике выше, чем в среднем по России и в сравнении с Привозжественным федеральным округом. Он составляет у нас 14 на 1000 населения, а в России и в Привозжественном федеральном округе составляет 13,3 и 13 на 1000 населения. Ну, то есть мы больше рождаем детей, и это тоже очень сильно радует, да, Сталибов? Потому что и самое интересное, я всегда говорю, что мы стали больше рожать вторых, третьих детей, это такой тоже показательный процесс. Абсолютно верно, и это совершенно замечательно, но при этом необходимо отметить, что существует разница в показателях внутри районов Чувашской республики. Чем обусловлено? Обусловлено, я думаю, что скорее всего, все-таки той дифференцировкой возрастных групп, которые населяют республику. Опять-таки, где больше молодежи живет, да, там больше рождаемость. Для примера, Порецкий район. Рождаемость в Порецком районе чуть больше десяти на тысячу населения, но при этом в районе проживает преимущественно нетрудоспособное население. Государственный доклад показывает, значит, такую картину общей заболеваемости, или, как мы говорим, распространенности, что в целом общая заболеваемость выросла на 3,4 процента, и выросла и первичная заболеваемость, то есть количество вновь выявленных случаев за 13-й год тоже возросло на 4,1 процента. Причем структура общей заболеваемости и первичной заболеваемости, она примерно одинаковая. На первом месте идут болезни уровня дыхания, на втором месте болезни сердечно-сосудистой системы, на третьем месте болезни мочеполовой системы. Вот. Но это не так уж и плохо, и Валерия Юрьевна не даст нам соврать, что чем выше этот показатель, это говорит о том, что выявляемость этой патологии тоже хороша, с учетом того, что у врачей, в частности терапевтов, они получили тот инструментарий современный для выявления этой патологии. Это вот явление модернизации здравоохранения позволило внедрить много диагностических технологий, наверное, да? Все гонялись за УЗИ, сегодня гоняются за МРТ, все требуют представить это срочно, немедленно, бесплатно, за 15 минут. Конечно, программа модернизации здравоохранения позволила оснастить наши больницы, как городские, так и сельские, достойным совершенно современным оборудованием, которое позволяет выявлять те заболевания, которые еще 10 лет, может быть, было затруднительно диагностировать, даже на городском уровне, не то что в районах. Цифры, которые описываются в госдокладе, их статистический анализ позволяет отработать, увидеть те болевые точки, по которым можно создать какие-то целевые программы. И в частности, много республиканских целевых программ на сегодняшний день действуют. Это подпрограммы по снижению онкозаболеваемости, и в этом мы видим положительный эффект на сегодняшний день. Несмертность от онкопатологии имеет тенденцию к снижению в Чувашской республике. Это подпрограмма сахарный диабет, и мы здесь лидеры как по уменьшению распространенности этого заболевания, так и по уменьшению смертности. Это в рамках также этой подпрограммы, с учетом особенностей, кстати, местности, создана подпрограмма борьбы с остеопорозом. Очень важная, актуальная. Но раз люди дольше живут, эта проблема становится все актуальнее для взрослых, для мужчин и женщин. Действует в рамках республиканская целевая программа по снижению туберкулеза. Проводится ряд мероприятий. И, конечно же, стоит отметить удачную работу подпрограммы по снижению зависимости населения от наркомании, алкоголизма и табакокурения. Конечно. Государственная программа развития здравоохранения, она как раз и предполагает оптимально выстроенную структуру оказания медицинской помощи. В нашей республике оказание медицинской помощи населению начинается уже на фельдшерско-акушерском пункте. Так называемая доврачебная медицинская помощь. И в республике функционирует выправа 525 фельдшерско-акушерских пунктов. Эта составляющая здравоохранения поддерживается главой республики. И сейчас реализуется программа... Строительство новых центров, да? Уже построено 20 и планируется еще построить 80. Ну, 100 фапов. 100 фапов. Я хотела бы только уточнить, что на самом деле это действительно новые модульные фапы, но взамен существующих ветхих. Поскольку все-таки в нашей республике конец 20 века он не манифестировал закрытием массовым фельдшерско-акушерских пунктов, как было в других регионах России. Слава Богу, да. Да, конечно. Мы старались сохранить и сохраняли максимально. Близость к пациенту, да? И были закрыты лишь единичные фапы. Это те, ну извините за сленг, избушки на курьих ножках, отголоски. Ну, так же, как и клубы, и школы. Это, в общем-то, общая же политика государственная такая была, да? Что лучше построить что-то качественное. Конечно. И вот те 20 фапов, уже построенных в 2013 году, и еще 80 модульных фапов, которые построятся в текущем и в 2015 году, они значительно улучшат материально-техническую базу и будут способствовать повышению качества оказания медицины. Валерия Юрьевна, а кадров у нас хватает там для всех этих фельдшеров? У нас не прошла нода, у нас люди еще идут учиться на фельдшера? Вы знаете, вот в этой части, несмотря на то, что вообще в Российской Федерации это самый больной вопрос, надо отметить, что в Чувашской Республике он злободневен, но не так критичен. У нас существуют врачебные династии, у нас медицинские династии существуют. Вот буквально на днях я выезжала для методической помощи, например, в Батаревский район нашей республики, и с большим удовольствием услышала сообщение от главного врача, что в очереди на должности среднего медицинского работника в Батаревском районе стоят 80 медицинских сестер. Это при том, что мы говорим дефицит медицинских кадров. А в целом с врачами и терапевтами у нас ситуация по республике какая? В целом стоит отметить стабильную ситуацию. Скажем так, есть термин «оснащенность» врачебными кадрами, терапевтами. В общем, она составляет где-то в пределах 82%. У нас самая оснащенная – это пульмонологическая ветвь, там оснащенность кадрами 97,5%. Гастентерологов, кардиологов, в принципе, хватает. Но понятно, что нужно дотягивать до 100%. Ну и хочется отметить возрастную структуру. Мы впервые отмечаем прирост именно молодых специалистов. Если раньше мы отмечали, за 80% было специалистов, терапевтов, в котором уже предпенсионного почти возраста, сейчас видим, что ситуация... Это что, так вот среди студентов была такая мода на узкие специальности? Да, отмечалось такое направление. И мы отмечали, что количество, кстати, врачей общей практики сравнялось почти с количеством узких специалистов. Мода такая есть. И мы проводили опросы в медицинском факультете, почему люди не хотят, студенты, быть врачами общей практики. Потому что они боят ответственности, боятся ответственности и особенно боятся принять самостоятельные решения. Им необходимо все время с кем-то посоветоваться. Поэтому им выгоднее в своей жизни стать узким специалистом или работать в отделении, где всегда можно посоветоваться с заведующим отделением, с коллегой. Российская Федерация подписала Балунское соглашение, в рамках которого ведущим на сегодняшний день в рамках образовательного контента является непрерывное медицинское образование. И врач настроен и нацелен на самообразование и помогает ему в этом и институты повышения квалификации. В рамках знаменитых майских указов Путина, когда он был вновь избран президентом России, я знаю, есть еще один указ, который предписывает здравоохранению России строго следить за определенным количеством нозологических показателей. Это сердечно-сосудистая патология, онкология, туберкулез, социально значимые и другие заболевания. И именно по этим показателям Чувашская республика показывает положительные результаты. Вот какие это показатели? Взять хотя бы сердечно-сосудистую систему, мы можем сказать, что там показатель смертности обозначен ниже, по-моему, 600 на 100 тысяч населения. Уже сегодня мы имеем этот показатель 545,5 на 100 тысяч населения. Есть тенденция к снижению онкологической смертности. Но более жесткие рамки у Всемирной организации здравоохранения, которая к 30-му году, кстати, собирается победить туберкулез. А еще одна из государственных важнейших программ, как мне кажется, это программа диспансеризации. В России 34 миллиона прошли диспансеризацию, 3 миллиона хронических больных нашли. В Чуварской республике диспансеризацию прошли почти 232 тысячи человек и около 10 тысяч выявили те или иные заболевания. Одной из основных задач диспансеризации является выявление пациентов с факторами риска. Это еще здоровые люди. Как им кажется, что они здоровые. Но при определенных условиях факторы риска обязательно приведут к развитию какого-либо заболевания. И задача и врача, и каждого гражданина направить свои усилия на то, чтобы факторы риска не реализовались в болезни. Диспансеризация нам позволила выявить около 10 тысяч уже имеющих заболевания. И из них это массу около 2000 человек с сердечно-сосудистой патологией, около 100 человек с подозрением на злокачественное заболевание, почти 130 человек с сахарным диабетом, и масса больных почти 530 человек с болезнями желудочно-кишечного тракта. А вот у всех остальных, к сожалению, в большом проценте выявлены вот те факторы риска, о которых говорил Валерия Юрьевна. Это в первую очередь нерациональное питание, посмотрите, 70% населения нерационально питается. Далее идет повышенный уровень холестерина, это где-то около 40%, низкая физическая активность, что не радует почти 26%, хотя государство делает очень много, чтобы человек двигался, да. Повышенное артериальное давление тоже 26%, ожирение 14%, ну вот и надо еще сказать и курение около 13%. Почти 7 миллиардов у нас в мире проживает людей, и почти полтора миллиарда у нас имеет лишний вес, ожирение. Американцы честно признаются, что это самая главная угроза. В Англии завели министра по фитнесу, в России этого нет, но тем не менее мне представляется, что самая главная угроза, которая вообще всей цивилизации, это еда. Здоровье населения и каждого человека отдельно только на 10% зависит от медицинского вмешательства. Вот это очень важно, уважаемые телезрители и радиослушатели. До 60% в состояние здоровья вносят образ жизни. И, соответственно, главная цель из полученных данных по диспансеризации – выявить лиц еще здоровых, но с факторами риска, и начать именно с этой категории лиц работу. Задача участкового врача в рамках профилактики в том числе сводится и к тому, чтобы научить человека вести здоровый образ жизни, как вести его этот образ жизни, что делать, если это не всегда удается. Например, есть пагубная привычка курения. Значит, врач, участковый доктор, врач общей практики, он должен помочь человеку в отказе от курения. В этом контексте работают сегодня кабинеты по отказу от табачной зависимости. Ну, работают кабинеты диетолога, которые научат пациента правильно питаться, правильно высчитывать колораж употребляемой пищи, для реализации профилактических мер на протяжении последних пяти лет в республике уже функционируют шесть центров здоровья, среди которых два центра здоровья для детей. Кроме этого, в прошлом году в 38 медицинских организациях начали функционировать кабинеты профилактики. Работают девять отделений профилактики. В каждом офисе врача общей практики также работают школы здоровья. Это школы как для больных, хронических больных. И учения не важны, наверное, для тех, кто впервые перешел в систему хроников, да, Конечно, для того, чтобы научиться жить с этой болезнью. Но, кроме того, существуют школы для здоровых. Типичным примером является школа для людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эта школа очень актуальна в нашей республике. У нас же больше всего болеет сердечно-сосудистым заболеванием. Кроме этого, активно внедряются в нашу жизнь общественные мероприятия во главе с медицинской общественностью. Это дни здорового сердца, дни знаний о хронической сердечной недостаточности, прогулка с врачом, которая реализуется уже на протяжении года и собирает все большее количество жителей республики. Вот хотелось бы еще в районах, чтобы этот процесс начался, тоже не только в столетии. В районах этот процесс уже начинается. Это возврат норм ГТО, это достаточно широкое развитие физической культуры в республике, большое количество новых жалов. Вы что вообще славится тем, что у нас действительно большой очень для России показатель, занимающихся спортом? Это вселяет надежду. Что больных пациентов у вас будет все меньше и меньше, да? Ну что ж, на этой радостной ноте, если можно так выразиться, мы завершаем нашу программу. Спасибо нашим экспертам. И, конечно же, от имени всех врачей Чувашеской республики можно сказать только одно. Ваше здоровье в ваших руках. Бумеранг возвращается. Как вы себя ведете в вашей реальной жизни? Спите, едите, отдыхаете, нервничаете, да? Все вам этим самым Бумерангом и вернется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова